Олег Кустов Месяц в Камбодже Тёплыми летними вечерами я не сразу шёл домой, а подолгу сидел во дворе и смотрел на звёзды. Виктор Решетнёв Созидая Бога Записи были отрывочные, и мне пришлось потратить уйму времени в попытках систематизировать бессистемное. Зачем это было нужно, не знаю. Такой уж я человек, что с трудом воспринимаю разрозненную информацию, зато последовательное изложение с хронологией даты событий может стать для меня настоящей историей. «Морковников», – проныла подруга, – «это всё, что от него осталось. Будь осмотрительней. Пальцы не слюняй, карандашом не тыкай и вообще не замызгай». «Никак собралась изучать долгими зимними вечерами», – поинтересовался я. «Вечерами?» – она покосилась на затёртые линованные листки. «А как же? Мы были знакомы задолго до тебя». «Да уж», – согласился я, – «видать, задолго до изобретения гаджетов». «Кто теперь пользуется шариковой ручкой?» «Ученики в школе и профессура». «В своём деле он был профессор», – мечтательно отозвалась подруга. «Ах, вот почему он не выложил писульки в Фейсбук. Кстати, а ты заклядывала к нему на страницу?» «Закляни». «Возможно, никуда он не делся, а зависает на островах Баунти с красоткою помоложе». «Ему не нравится помоложе», – со знанием дела заявила она. «Ну, допустим, тогда со старою кляйчей где-нибудь в тех же краях». «Сдалось ему», – подруга вопросительно уставилась на меня. «А что, по-твоему, среднего не дано?» «Хорошо. Почему бы ему не зависать со среднестатистической азиатской или американской красавицей из волшебных снов детства в своём простоквашине?» «Нет», – подруга не скрывала возмущения. «Почему нет?» «Потому что…» «Почему?» «Потому что ему нравятся парни», – отрезала она. «Дяде Фёдору нравятся парни?» – возопил я. «Но ты же с ним спала». «Я другое дело». «Понял. Ты мужик, и на деле доставляешь анальные удовольствия». «Я – исключение». Подруге очевидно льстила эта уверенность в собственной исключительности. «И потом…» «Он же эстет. У него с парнями ничего не было. Разве что…» Она интригующе замолчала. «Что?» «Стревожено, как будто решалось нечто важное для меня», – осведомился я. «Если не считать одной ночи в далёком прошлом, когда он был…» «Короче, сам прочтёшь». «А, школьный эксцесс…» Мне стало легче. «С кем не бывало?» «С тобой тоже?» «Не надо. Со мной не бывало». «Значит, не повезло». Циничные искорки заплясали в уголках её глаз. «Что значит не повезло?» «Наоборот, повезло. И ещё как». «Ты судишь, не распробовав. И пробовать не желаю. Бог с тобой. Я всегда знала, что оно тебе и не надо». «Да ладно!» До меня вдруг дошло. «Это что? Записки старого…» Я замялся, не в силах подыскать подходящее слово. «Лавеласа?» «Ну нет…» Она задорно смирила меня взглядом. «Можешь не переживать. Чувств верующего они не затронут. Ты только не зацикливайся на нюансах. А там всё поймёшь». «Пойму что?» «И почему ты считаешь, что мне нужно это прочесть?» «Это…» – она воззрилась на рукопись. «Это…» «Как тебе сказать?» «Скажи как-нибудь», – дерзко предложил я. «Марковников, не будь Козловниковым», – застонала она. «Возьми и прочти. Тут не так много». «Окей, окей», – согласился я, и в конце концов остался наедине с откровениями дяди Фёдора, которого и знал-то всего понаслышке, да по одной короткой встрече вживую. Есть одно лишь в океане, клонит лишь одно траву. Огромный мост через ещё большую пропасть. Рядом две стороны, два обрыва. Но никогда бы не подумал, что между ними мост и такая бездна под ним. И мы на танке-вездеходе едем прямо посередине прекрасно асфальтированного моста. И никто не прёт нам навстречу. Какое счастье! Иначе кому-то пришлось бы распрощаться с жизнью. А может, с той стороны никого и не должно быть? Откуда взялась пропасть? И вот он, солнечный склон за солнечным мостом. Как много травы. Два моих товарища с какой-то полоумной страстью прыгают в мокрую траву и будто плывут в ней. Какой-то окоп. Прячемся. Но… Чу! Рядом кто-то есть. Мы выскакиваем из окопа, радуясь непонятно чему. Чуть ли не старик собирает цветной металл. Оказывается, кругом в склонённой траве столько проводов, кабелей, обломков труб. Это, как я понял, был сон. И я поместил его отдельно. Далее следовал супрематический список возлюбленных Фёдора из тринадцати имён. Каждому была присовокуплена краткая характеристика, возможно, чтобы не забыть нюансы, на которых мне велено было не зацикливаться. Предпоследней в списке значилась наша подруга. Равнобедренная трапеция, не лишена чувства юмора, показывала фотки любовников спящих, голых и возбуждённых. Мать моя женщина! Благо, мы сошлись позже. Я ещё раз пробежал глазами по геометрическим закоулкам холостяцкого образа жизни и с удовлетворением убедился, что во всём этом супрематическом разнообразии подруга не могла претендовать на исключительность. Максимум – неповторимость. И то, если принять во внимание, какие круги нарезал Фёдор по равносторонним и тупоугольным треугольникам, уступало в оригинальности. Манит, звенит, зовёт, поёт дорога, ещё томит, ещё пьянит весна. В жизни случаются паузы, когда с тобой ничего не происходит. Ты смотришь на мир, а мир на тебя. Не помню, кто сказал, но эти паузы обязательно должны быть. Так началась моя ссылка в Камбодже. Тайское посольство в Лаосе отказало мне в визе, и я устремился в Пномпень. Однако и здесь результат был тем же. Военное правительство предписывало чётко отслеживать срок пребывания иностранцев и, если, не дай бог, кто-то из россиян пытался задержаться дольше, чем на полугода, отсылать его к чёртовой бабушке обратно на родину. Не пущать, принял решение тайский чин в Пномпене, и разводящий этот вопрос толстый камбоджийский парень принялся сдирать вклеенную уже было визу. «Что насчёт 55 долларов, уплаченных мной за визу?» Он горестно покачал головой, затем показал прайс 40 долларов на самой визе, а остальные 15, объяснил, забрала полиция. Какая полиция, если я всучил купюры охраннику на входе? Уже было неважно. С деньгами надо расставаться легко, конечно, если это не последние центы. Гораздо хуже было то, что я с трудом припоминал пин-код банковской карты, а блокнотик со всеми логинами, паролями, кодами, адресами лежал в гостиничном номере по ту сторону границу. Уезжал-то на пару дней. «Этот Фёдор – настоящий лох», – пробормотал я. «Память девичья, не помнит пин-код банковской карты, а имя своё не забыл. Смотрю кино, читаю ли книгу, чувство собственного превосходства возникает у меня заранее. Вот и сейчас, читая его записи, я вижу кино. И это комедия, где незадачливый герой, комик, нечто вроде Мистера Бина, бесцеремонно козыряет из кабриолета средними пальцами руки. У него прекрасное настроение, ему объяснили, что в Америке это сойдёт за приветствие. И он щедро посылает весь мир в горы Перу, в маленькое индейское селение на четырнадцатом градусе южной широты с примечательным названием Науи. Интересно, каково там людям? В смысле селение это? Что оно собой представляет? Наверняка какие-то хижины, старики в шляпках, тётки в пончо, ламы и посреди всего огромный предмет культа. В целом, всё не так уж и страшно. Новые места обыкновенно оказываются иными, чем себе представлял. Картинка никогда не соответствует ожиданиям. И поначалу думаешь, что обманулся, но только поначалу, потом научаешься различать. Нужно какое-то время, чтоб свыкнуться с впечатлением, почувствовать, проникнуться, ощутить, и после полюбить всё, как оно есть. Таким был Сиануквиль – городок на побережье залива, куда меня забросило несговорчивое консульство Таиланда. «Что за чудо морское?» – восклицаю я. Вылезла с моря на сушу и ждёт, пока крылья за спиной отрастут. «Нет, дружок, давай без чудес, давай, как учили. Конец принимай, пришвартовывайся. Как говорится, молодёжь верхней Колымы, вам здесь жить». И только сердце знает, мечтает и ждёт, И вечно нас куда-то зовёт. Пляжи с белым песком, Рыбками прозрачными, как морская вода, И увлечённый рыбалкой люд. Кто с сетью, кто с удочкой, Они бьются за богатый улов, Мальчишки поменьше таскают крабов всей пятернёй. Большие сухие листья устилают дорожки И проезжую часть. Солнце жарит нещадно. Прячусь под чёрным зонтом. Во Вьетняне узнал, что Лаос – Это страна белых зонтиков И каких-то там цветов или слонов. Но у меня нет парасольки. Один только большой чёрный зонт. И первый зонт, увиденный в Пном Пене, Был тоже большим и чёрным. Молодка прогуливалась с ним по Норрадом Роуд. Так что я не одинок в этой стране. Вечером сижу под огромным деревом бодхи, Созерцая закат и рыбацкие лодки. Упиваюсь тростниковым соком. Здесь это стоит тысячу риэлей, В Нампене две. Четыре тысячи – доллар. Сюда, к порту, приезжает много молодёжи. Так же посидеть за столиком на берегу, Полакомиться мясом на ужин. Столики маленькие, низенькие, Стульчики, как в детском саду. С моря лёгкий бриз. Мальчики приезжают с девочками на мотобайках. Одноклассники копают что-то в социальных сетях. Раз в неделю причаливает восьмипалубный круизный лайнер. Это очень романтично, говорят французы. Охранник Эмарио смотрит внимательно, улыбается. «Хеллоу!» – говорит мне. «Ча!» – отвечаю. Мой экстравагантный вид с чёрным зонтом Притягивает любопытные взоры. Охранник молод, почти подросток. Из окна над ним высовывается такой же страж порядка, Ещё не на службе, с голым торсом и заспанным лицом. У миндаля – широкого ветвистого дерева, цветочки маленькие, А у плетучейся, как горох маракуйи – роскошные, удивительные цветы Размером с ладонь. «Это всё лирика», – убираю листочки с глаз долой. Лирику отличает необыкновенное свойство – неважно где, Когда и по какому поводу прочувствовано сказанное, Но интересно всегда. Или неинтересно, как в моём случае. Поэтому пусть ждёт своего часа. И в том краю, где нет ни бурь, ни битвы, Где с неба льётся золотая лень, Внезапно оказался полезен Дима Минкин, Приятель по Фейсбуку. У него большая двухкомнатная квартира на Викторе Хилл, Хотя и на первом этаже. Снимает за 300 долларов. Я плачу ему за комнату 6 долларов в день. Оснастил её вентилятором за 9, А то спать в духоте совершенно невозможно. А своим, само собой, он делиться не будет. По утрам на рынке Дима покупает фрукты и овощи, Готовит незамысловатый обед в боке. Я покупаю сыр и вино на вечер. Один накрывает на стол, другой моет посуду. Так дни проходят. Дима всё время дома, до пляжа рукой подать, Однако он катается на велосипеде, Купается 10-15 минут и едет обратно. Рассказал какие-то ужасы о воришках, Проникающих бамбуковой палкой в окно И тибрящих петлей на конце всё, что плохо лежит. Приходится убирать имущество подальше от окон, Желательно в угол между стеной и кроватью. Первое, что пришло в голову – спрятать обналиченную В банкомате валюту. Засунул по сотне в носки туфель, А туфлик к стене и под массивный из красного дерева стул. Не брать же с собой на пляж. Оригинал. Хм. Забавно. Не каждый до такого додумается. Тем более в Камбодже. Хм. Вечером Дима полон иронии. Зачем-то вспомнил историю одной знакомой, Укушенной скорпионом в большой палец ноги, Когда та поспешила обуться. Скорпион заполз внутрь. Странно это. Зазывал. Теперь ставит перед фактом повсеместного воровства. Так делают, когда крадут сами, А списывают на особенности местного менталитета. Какой-то мутный он этот, Дима, Людовед. Соглашаюсь и пробегаю глазами По расправленным квадратикам записок. У меня самого, говорит, Украли сабо за семьсот долларов. Вышел на пять минут. Обидно. Кмир понятия не имеет о настоящей цене. Толкнет на рынке за тридцатник. Я киваю. Никогда не носил сабо, И даже зимние мои ботинки не стоили дороже 250 американских денежек. Но Дима играет в сладкую жизнь. По рассказам, прежде он работал в ресторане на Рублевском шоссе, И оттого досконально знает, Какие блюда и их ингредиенты Гармонируют друг с другом. Этакий сомелье и витолье Вкусной и здоровой пищи. Может, уболтать олигарха, Съесть крабовые палочки, А заплатить за филе лангуста. Невольно соизмеряю раздачу Этого порционного деликатеса Со своим аппетитом и понимаю, Что такой изворотливый черт, как Дима, Облапошил бы меня в два счета, Будь я хоть олигархом, хоть дегустатором. Дегустатора обмануть труднее, Но при его способностях заговаривать зубы – Это лишь вопрос вредный. И люди там застенчивы и мудры, И небо там, как синее стекло. После завтрака отправляемся на пляж С пафосным названием Гавайи Бич. Для Димы просто Эмарио. Все равно, что отель с грандиозным Своим долгостроем. Пляж маленький. Песок мелкий. В центре бассейн с охраной и баром. Все как полагается для отеля пять звезд. Слева от бассейна девять беседок. Справа тринадцать. Густая тень от молодых деревьев зеленого миндаля. По выходным кхмеры пьют здесь пиво, Закусывают креветками и жарят на мангале мясо. По утрам бригада уборщиц просеивает песок, Собирает мусор и листья, И пляж обретает естественный вид. Дима быстро купается и уезжает. Долго сижу в беседке, смотрю на море, на остров, К которому переброшен мост. Его возвел небезызвестный российский предприниматель На деньги, заимствованные у дольщиков. Потому мост наречен русским и перекрыт. За ним тот же недострой, что и вокруг отеля. Ни одного завершенного проекта. Остров утопает в зелени. Мост выгнут и высок. Ля Патта. Ем только свежую пищу. Приготовил и сразу съел. Так нужно для пищеварения. Дима хвастается, показывает, как споро управляется с овощами, Шипящими на выгнутой линзе китайской сковородке. У меня белки плохо усваиваются. Все проходит насквозь. Он рассеянно проводит рукой вдоль тела. Улыбается виновата. Поэтому проблемы с весом. Ем мало, но часто. Корову дойную не помешало бы завести. Шучу я. Сквозь его худобу просвечивает лагерь в Дахау. Это ты меня раньше не видел? Как будто отвечает на мои мысли. Казался тощим, как дрищ. Откровенность обезоруживает. В жарком климате худеют, утешаю. Местные кожи до кости подтянуты и сушены солнцем. Хмеры? Не в коня корм, смеется Дима. Они за Сони. Не все, конечно. А я – ранняя пташка. Вечер того же дня. Какого дня? Простота Фёдора раздражает ужасно. Нигде не указано ни даты, ни времени суток. Догадывайся сам, как знаешь. Э, Марио. Та же беседка. Тихие размышления ни о чём. Вдруг щелчок по плечу. Под ноги падает свёрнутая трубочкой золотинка. Оглядываюсь. Кругом никого. Стараюсь заглянуть за живую изгородь из Жасмина и Бугенвилей. Судя по углу падения, прилетело оттуда. Никого. Ну, ладно. Выстрелил из рогатки кхмерзкий пацан. Вот и всё. Не знаю для чего, поднимаю и разворачиваю золотинку. На внутренней стороне читаю. Hi, dude. I like you. Come here tomorrow morning at nine. Эрика. Привет, приятель. Ты мне нравишься. Приходи сюда завтра утром в девять часов. Эрика. Эрика? Что за бред? Огляделся ещё раз. Никакой Эрики в пределах видимости не наблюдается. Ни девушки, ни женщины, ни даже пацана. Потому как, может быть, и Эрик, желающий выдать себя за Эрику, это Азия. Часть вторая. Я посмотрела вверх и увидела над собой гранитный утёс. Он отражался во мне и о чём-то неспешно думал. Виктор Ишитнёв, созидая Бога. Не прийти я не мог. Куда ещё по утрам? Эмарио, либо Ратанак. Ратанак дальше. Это мыс с рыбным рестораном, скалами и рыбками между скал. Там всегда ветрено. В тени прохладно, даже в самую, что ни на есть жару. Эмарио пуст. У ближней беседки отдыхают труженицы тыла. Переговариваются в пол голоса. В дальнем конце, отложив рацию, дремлет охранник. Бросаюсь в воду. Заплываю недалеко. Оборачиваюсь. Маленькая кампучийская девушка в широкополой Панаме стоит рядом с моим рюкзачком. Бали. Выведено на нём крупными буквами на память о городке художников в Убуде. Выхожу. Вытираю с широким полотенцем с картой королевства Сиам и призывным обращением «Welcome to Thailand» «Добро пожаловать в Таиланд». Она смотрит на меня пристально. «I am Erica», говорит наконец. «I know your ways in the past and possesses the case for your future, Фёдор. Я Эрика. Я знаю твой путь в прошлом и обладаю ключами твоего будущего, Фёдор». О чём это она? Соображаю, что, наверное, языковые проблемы. Путает слова или хромает произношение. «Yes, I am Фёдор», поясняю крикливо. «What is your name?» «Да, я Фёдор. Как твоё имя?» «I am Erica. Come along. Я Эрика. Идём. И… Что дальше?» Я разочарован. Блокнотный листок исписан с обеих сторон и одиноко сложен посередине. Куда она его повела? Сразу ли они потопали? Ни слова. Что за манера дышать в ладошку? Если ты, Федя, пишешь эротический дневник для приятных воспоминаний наедине с самим собой, так чего же стесняться? А если для чтения в кругу друзей и подруг, так тем более нужны пояснения. Что за кампучийка такая, сколько лет, откуда знает твоё имя, за деньги или по любви, где, сколько… В общем, уйма подробностей, которые ты, Федя, упускаешь, но зато опять подсовываешь выкладки о своём бюджете и душелюбе арендодатели. Ветер задувает с веранды в гостиную, Листья ползают и вспархивают, как жуки, Сухие, как прошлый век. «Пусть себе катятся», – машет рукой Дима, «Осень, осень». Лирика, в топку её. Морская экскурсия на Коронгсамлоэ. 25 долларов сноса, за двоих выторговал по 23. На борту американцы, австралийцы, немцы, голландцы, французы. Японец с тремя женщинами. Через маску для сноркелинга ему в горло вливают кварту дармового пива. Веселиться деланно, как в последний раз. Немолодой же англосакс вытянул ноги на столик. Пяточки у него мягкие, беленькие. Сразу видно, что никогда не ходил с троевым шагом в кирзовых сапогах. Пару по соседству укачало. Парень жалуется на старвейшин – голод. А девушку не спасёт даже холодный рассол. На ней, как говорится, нет лица, одни глаза. Усталые, испуганные, разве что не затравленные. Качает сильно. С верхней палубы в море падают пепельницы и бокалы. Пусть себе падают хоть на головы, хоть камни с неба. Где Эрика? Куда подевал? Морское животное – лиловый носок. Нет ничего, даже мозга. Только отверстие – ротовое и анальное. Идеальный гражданин страны рабов, страны господ. Есть данные, а есть подданные. Кадры, смонтированные под эти данные. Полстраны ныне – смонтированный кадр. Тоже мне открыл Америку. Федины откровения о бандитском государстве меня мало интересуют. Сами с усами. Над розовым морем сияла луна. Во льду зеленела бутылка вина. В Паттайе арабский ресторан «Найоб». Индийский ресторан «Русский пищи», то есть «Русской пищи». Но опечаточка вышла. А ещё индийский ресторан «Зайка». Хотя, может быть, что и «Заика». Как прочесть? Кто ли дело Куала-Лумпур? Ресторан «Сука» располагается на цокольном этаже четырёхзвёздного отеля и никаких пояснений. На южном санскрите «Сука» означает «нравится». В Пном Пене соотечественникам рекомендуют ресторан «Какасуки» – 13 долларов за шведский стол. По названию с ним можете гаться разве что «Какаши» в Бангкоке. Тьфу ты! Спасибо, что предупредил. Понимаю, что время позднее и пора скушать на ночь что-нибудь мясное. Куриное. Очень надо, чтобы не стать таким скелетом, как этот его Дима-официант. Дожёвывая бутерброд, читаю. Эрика легка на подъём. У её отца просторный светлый дом поблизости от Очутелла Бич. Ага. Вот оно, где собака порылась. Так я очутился на Очутелле. По ночам здесь довольно шумно, почти как Вокинг-стрит в Паттайе. Народ приезжает выпить и погулять. Зазывалы заговорщическим тоном предлагают шоу с девочками, а в придачу и самих девочек. «Марья Ивановна! Марья Ивановна!» – слышится со всех сторон. Соображаю, что Марья Ивановна – превратно распознанная мной марихуана. Конопля. Мы на балконе. Отец Эрики живёт в Пномпене, и вся анук наведывается редко. Затягиваемся из одной трубы. Маленькая Эрика танцует вокруг меня. Её тело рассыпается тысячами юрких змеек. С довольным шипением они сдирают с меня остатки бедного одеяния. О, ближе к телу, как говорил Мапасан. Продолжение, однако, не следует. «Когда-нибудь махну на Шри-Ланку». Дима светил, поливает свой маленький сад с восточной стороны дома. Затем посадовнически лихо в один прицел смывает с террасы сухие листья. «Был там?» Снимал как-то виллу с бассейном на берегу. Жили пару недель. «Понравилась?» «Сказка. Я аж социофоб. На соседней вилле никого. В гостинице одна обслуга. Солнце, фрукты, вода. Нравится?» Спрашиваешь. «Моя мечта», – повторяет он мне, – «открыть гостиницу, пусть небольшую, но на холме, и чтоб окна выходили на океан». «Того стоит», – задумываюсь я. «Зря здесь уселся, ворчит он. Сейчас навес поливать буду». С деревянной решётки свисает маракуйя и ещё какая-то трудно выговариваемая экзотика. Ухожу внутрь. «Нет, нет, так ты от меня не уйдёшь. Нахера мне твой Дима?» Снова перебираю записи в поисках Эрики. Нахожу пару страниц. «Зей рис и ворк фо ю, Фёдор». «Для тебя есть работа, Фёдор». Эрик отдаёт стопку листков на санскрите. «Вот изэт?» «Что это?» Удивляюсь и битую четверть часа пытаюсь объяснить ей, что не владею ни консонантно слоговым кхмерским письмом, ни его праотцом санскритом. Она что-то лопочет, дескать, «Только возьмись хотя бы с языка хмеров, и дело само пойдёт». Это её уверенность вдохновляет. Начинаю со счёта. «Муй пи бай бун прам». Этот прам мне очень нравится. Прям какой-то трам-тарарам. И дальше уже вместе с прам. Шесть, семь, восемь. Прам мой, прам пи, прам бай, прам бун. И, наконец, как выстрел из арбалета. Доп. Десятка. Стоп. На сегодня достаточно. Ночью опять чувствую, как меня обвивает упругое холодное тело. И раздвоенный на кончике язык вай кропы проникает во все уголки моего организма. Ласки невыносимы. Так. Листочек с прелестями жизни. Прибавляем к тому, с которого всё началось. Не тут-то было. Внизу приписано. Надо повидать маму. Буду жить на даче. Там у неё клубника, малина, голубика в лесу, помидорчики, огуречки. Далеко от Москвы? Сто тридцатый километр. И по просёлку ещё четыре. У нас огромный участок. Лес. Соседей не видать. Тишина. Не воруют? Воровали. А потом стали платить сторожу. Глядит озорно. Откаты гопоти деревенской. И всё прекратилось. Сейчас на зиму плазму оставляю. Кухню, технику и ничего. Опять похоже про Диму. О ком же ещё? Ни к селу, ни к городу. Чертыхаясь, я уже готов раскромсать листок по частям, как вдруг мысль о хронологии останавливает меня. По всей видимости, обе заметки были сделаны в одно время. А это важно. Послушай, о как это было давно. Такое же море и то же вино. По приказу императора Джаевармана VII, 123 мастера во всех провинциях Камбуджадеши трудятся над статуей Будды, медитирующего под защитой Нага Мучалинды. Шестой день просветления. Принц Сидхартха сидит на кольцах змея, семь капюшонов которого укрывают бренное тело юноши от дождя и ветров. Мне никогда не удавалась эта композиция. Резец скалывался в том месте, где от туловища переходил к пасти змея. Чудилось, что Наг говорит на своем змеином, шипящем и отрывистом языке. Сестрица Пааль смеётся над моей несусветной боязнью. Она утверждает, что мы сами произошли от Нагов, и нам нечего их бояться. Когда-нибудь змеи поведают истину, хранимую в тайне до той поры, пока люди не созреют до её понимания. Ведь нет ничего злокозненней, чем неверно понятая истина. – Не понял, – растерялся я. – Он что, роман пишет? – Ну, ладно, Камбуджа Дэша, так ведь ещё и Джей Аварбан седьмой победоносец. Предание старины глубокой. – В этой жизни моим мужем будет самый красивый змей Наг, – сказала мне Пааль. Новый сампот, украшенный изображениями древесных листьев и дроздов садкоон-лоук, собран на ней в складки и схвачен в талии. Конец юбки скручен и продет между ног. Залюбуешься. – Да ладно, – веселюсь я. – С чего ты взяла? Он прошептал это в моё ушко, когда я была маленькой девочкой. Пааль считает себя взрослой. Не прошло и полгода, какие выстрегли волосы на макушке головы. – Милая, ненаглядная Пааль, тебе действительно пора замуж, – изумлённый, думаю я. – А что ещё прошептал тебе Наг? – Однажды я доживу до старости и увижу, как в ветвях уносимого Меконгом Лумбанга блестят статуэтки Будды. Рядом с моим жилищем поселятся монахи, нанесут много земли и вырастет холм. Люди будут приходить, чтобы поклониться алтарю с найденными изваяниями. Я же буду добра и послушна воле провидения. А холм так и нарекут – Хном Дон Пень. Холм Матушки Пень. – Какая ты фантазёрка! – Да, – обижается она, – а потом там, на слиянии четырёх рек, возникнет прекрасный город, столица всего нашего королевства. И она долго, очень долго повествует о будущих воплощениях, необыкновенных знакомствах, странных именах и таких же странных людях, с большими глазами и белыми, как кость слона, лицами. Они прибывают откуда-то с морских просторов и берут в жёны наших пра-пра-пра-правночек. Забавляясь, она зовёт меня Эрикой и удивляется смуглости моей кожи. – А кем, красавица, будешь ты? – спрашиваю у неё. – О, я вернусь сюда в совершенно неузнаваемом виде, братец Кайре, – хитро улыбается она. – Это будет бесшабашный белый мужчина, любящий море. Его имя – сестра. У него громкое, как прибой, имя – Фёдор. Хахачу во всё горло. Его имя – сестра. С таким вопросом английский таможенник домогался милэйди в телеверсии «Трёх мушкетёров». А Савелий Краморов в женском полушутке и повязанной криво косынке приставал с идиотским вопросом. – Девушка? А девушка? А как вас зовут? И не менее идиотической реакцией на её имя. – А меня – Федя. – Ну и дура, – решила девушка. – Ну и дурак, – решил я. Взялся за гуш, так не говори, что не муж. Какого чёрта лысого в будуарных записках делают эти аллюзии из советского кинематографа? Ну, Федя. Ну, сукин сын. И всё-таки окончание записи вызывает у меня лёгкое замешательство. Она была самым любимым ребёнком в семье. Через год, в месяце писак, в первую брачную ночь в Айкропы своим укусом забрал Паль с собой. Вот тяна, а я только приноровился к взбалмошному характеру своеобразной парочки из эпохи Анкор. Ну да ладно, а то совсем не пойми, куда автора занесло. Я было уже хотел бросить чтение и отложить «Беллетр» от Фёдора до лучших времён, как моё внимание привлекла одна исключительно глупая, ничего кроме недоумения и раздражения, не вызывающая писулька. Одна тысяча двести четвёртый. Две тысячи четырнадцатый. Империя Камбуджадеша. Куда идешь? Каэре – придворный скульптор. Эрика. Апсара – небесная танцовщица. Паэль – она же матушка Пень. Гнездо Вайкропы – Дима Минкин. Корова Джая Вармана VII. Морковников. Надо же, и меня приплёл. Копаюсь в академическом справочнике, дабы разобраться с императором, чьей коровой обозвал меня Фёдор. Читаю. Джая Варман VII. Король Камбуджадеши или Анкорской Камбоджи. В 1181 – 1219 годах. В годы правления Джая Вармана VII. Анкорская держава достигла наивысшего могущества. Распространила своё влияние на север до Вьентьяна, на восток – после захвата Тьямпы, до Восточно-Китайского моря, на юг – до центральной части Малайского полуострова, на запад – до Бирмы. При нём велось небывалое по своим масштабам храмовое строительство, крупнейшее в Юго-Восточной Азии. Всё. И ничего существенного о корове. Странно. Очень странно. На что я мог рассчитывать? Вот Зевс. Тот обратился быком, чтобы похитить Европу. Так и Джая Варман VII мог иметь какое-нибудь легендарное перевоплощение. Хм. Но не в корову же? Тогда, что ли, в быка? Ну, Фёдор, попадись мне. Бронхит! Перед приступом кашля предупреждает Дима. Хронический. Иногда обостряется. Украдкой у плиты утирает мокроту. Э, думаю, никакой это не бронхит. Бронхит. Потеря веса. Сухой кашель и, похоже, с кровью. Какой же это бронхит? Я видел, как астматики хватают ртом в воздух. Слышал, каким кашлем разражаются бронхи. А здесь лукавишь, приятель. Совсем другое. Делаю вид, что не замечаю. Увлечённо всматриваюсь в экран ноутбука с сериалом об английском шпионе в тылу торговцев оружием. Дима кормит меня сериалами онлайн, как рисом, на обед и на ужин. Как ни в чём не бывало, присаживается рядышком. Лицо умыто, глаза горят. Туберкулёз в открытой форме. Это диагноз. «Так вот, почему он один живёт, свинка морская, диетическая», – патетически заключаю я. Ему бы в диспансере лечиться надо, а он всё по стопам Чехова, Сахалина да на Шри-Ланку. Ну, есть ещё Ялта и Крым, и город Севастополь, Крыма всех пластов боль, туда его в качель. И кладбище есть в Ялте с туберкулёзниками. Старинное такое, с могилой кинематографиста Ханжонкова. Там же и двадцати трёхлетний художник Фёдор Васильев. Сам видел. «Курил? Курю и буду курить», – заводится Дима. «Чего бы ни говорили врачи». И курит. И не только сигареты, но и траву. «Муариванну» он покупает на холме у француза. Каннабис успокаивает. Сладковатый запах растекается из трубки по закоулкам. Дима становится болтливым. В глазах появляется блеск. «Теперь отсюда тебе никуда», – сообщаю ему. «Слыхал в новостях?» С первого июня камбоджийский король узаконил употребление лёгких наркотиков в провинции Сианук. Дима реагирует живо. Сутулистая фигура выгибается. Он хищно проскакивает мимо. В США каннапля давно уже лечебное средство. Самое чистое. Они специально выращивают её в медицинских целях. Психотерапевты прописывают, чтобы снять напряжение. Каннабис продаётся в аптеках. Нужен только рецепт. «Если б я не курил, пил бы одни таблетки. Целое состояние. Это при моём темпераменте». Своим темпераментом Дима гордится. Бравирует рассказами, как кого-то когда-то уничтожил вспышкой гнева. Или только что. Сверхновым негодованием прищучил родственницу хозяина дома. Поводом послужил перекрытый в очередной раз водопровод. А Дима без воды не может. Хотя кто может, чтоб без воды? Желудок бы испортил в конец, – поддакиваю. Галимая химия эти таблетки. Внезапно осеняет. Туберкулёз запущен. Диета – ерунда, не имеет решающего значения. Ему срочно нужно завязывать с никотином. Иначе полтора года и рак в скоротечной форме заховает его под берёзки где-нибудь на Хованском кладбище. Но молчу. Не понимаю, откуда это во мне. Поговорим перед отъездом. По душам. Последнее, что успеваю прочесть на сон грядущий. Тело – это ключ. Именно с него начинаются приключения. Кто бы сомневался. Вот опять общее место. Какие приключения. С кем. Записки сумасшедшего. Часть третья. В жизни должны случаться события. Волнующие, тревожные, страстные. Потому что это и есть жизнь. Виктор Решетнёв. Созидая Бога. Не спится. Ведение царственного юноши, сосредоточенного в себе, сменяется другим царственным юношей под капюшонами Нага. Апсара, обвитая кольцами змея, сгибает в танцы изящные запястья, бесконечно разрастающиеся в пасти ваек крупы. И каждая, играя жалом, целит в меня. Между пропастью и высокой травой отсвечивает белый песок просёлочной дороги. Вредёт стадо коров. Слышится свист хлыста. Дорога выводит к берегу моря. Леганская голова кобры выныривает из глубины и проваливается обратно в ракочущую бездну. Вот он. Рассвет застаёт меня за чтением записок о Камбуджадеше. Утром Кайре приносит немного воды. Его мастерская совсем опустела. Ученики ушли к другим мастерам. Он стар и немощен, но приветлив и вежлив со всеми, каким был в дни молодости, пока не потерял сестру Паэль. С тех пор он убил тысячу змей и постепенно забросил искусство каменотёса. Последние работы его выставлены на дороге перед мастерской. Бывает, что находится покупатель. Без комментариев. Скорее всего, вольный перевод одной из историй, подсунутых Эрикой. Минуточку. А разве Фёдор знает санскрит? Он с английским тоновый. Читаю и пишу со словарём. Таких филологов, как Фёдор, ныне полным полно. От подворотни до Кремля. На третьей неделе чувствуется нехватка животных белков. От здоровой овощной диеты у меня постоянное расстройство желудка. Заедать Димину готовку чесноком получается только утром, пока он на рынке. А я заливаю кипятком овсянку из Австралии. Сам повар то вспыхивает исключительной бодростью, то разбит и жалуется на боль в зубе. Немного помогают полоскания содой. Мечтает о возвращении в Москву к стоматологу, которому доверяет. Интересуюсь, есть ли температура? Насторожно смотрит по сторонам и утверждает, что нет. Предлагаю отужинать в рыбном ресторане. Дима ведет в закусочную у незаменимого своего француза на Виктори Хилл. Заказываем барракуду с картофелем фри и запиваем блюдо томатным соком с перцем чили. После пью камбоджийское пиво. Ужин получился плотным за 12 с небольшим долларов. Однако это совсем не то, что объесться и ощущать, как пища медленно переправляется из желудка в двенадцатиперстную кишку. – Ишь ты, а ведь Федя точно полный придурок, – лишний раз убеждаюсь я. Первое впечатление не обманывает. – Кончились деньги на телефоне. Набираю решетка 123 – решетка «Проверить баланс». Последовательность цифр 123 невероятно знакома. – Ну так, – ухмылка не сходит с моего лица, – с первого класса, со счетных палочек. – Это еще ничего. Но ведь знакома и решетка «После» и «До». Отчего? – От того. – Дурацкий вопрос. Каждый день набирает код, а потом удивляется. Эти мои гуляния под черным зонтом. Смотрюсь, наверное, как педик в трауре. – Во-во! Зеваю. Что-то ты, Федя, меня притонил. Пора на боковую. Вздремую часок. Опять снятся тропические сады, королевские кобры, заливные луга со стадами коров, буддистские монахи в оранжевых накидках тьейпо, голубой свет небесного зарева, танцовщицы, бегущие люди… И всё в каком-то титаническом напряжении во имя процветания и могущества империи Джая Вармана по счёту седьмого. Есть пароли на все времена. Именно они – инварианты языка и культуры, тайна проникновения. Бросаешь – мороз и солнце. Получаешь ответ – день чудесный. И понимаешь, что свой человек. Фразы, рифмы, мемы. Вербальные ключи приключения. Ага, бросаешь, если у тебя есть фонтан, и получаешь – заткни его. А плотские ключи стало быть невербальны. И что же, какие из ключей эффективней, он знает? Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой. Возвращение с вечерних посиделок у моря омрачено истерикой. Сразу после душа Дима осторожно выясняет мои планы и убеждается, что завтра отбываю в Пномпень. «Ты ведь заплатишь за комнату?» – спрашивает тихо-тихо, как мышка. «Как заплатишь? Я отдал тебе сто пятьдесят долларов за двадцать пять дней. Сто, а потом пятьдесят». «Так это на еду», – вкратчиво поясняет приятель. «На еду? Мы договаривались. Я буду покупать сыр и вино, а ты – фрукты и овощи». «Правильно. Но это на вечер. А мы ели четыре раза в день». «Но я тоже кое-что привозил из Самудеры». «Что? Что ты привозил? Ты был там всего ничего?» Дима начинает раздражаться. «Я должен был каждый день мотаться на рынок, на велосипеде, весь в поту». «Ты говорил, тебе нужны физические упражнения». «Ага, щас. Не каждый день и не в таком количестве. Стал бы я в такую рань подыматься». «А чего ж?» «Тебя кормить. А чего ж? Весь месяц жду, когда ты заплатишь. Не тороплю. Думаю, как сможет, так и отдаст». «Да нет. Мы договорились. За шесть долларов в день». «Правильно. Так это без питания. Как ты думаешь, жил и ел, и всё за шесть долларов? Все ануквили? Здесь всё дороже в два раза». «Нет, Дима. Если так, я снял бы комнату за сто долларов в месяц. Их тут хватает. Ты, ты…» Он захлебывается от негодования. «Снял бы? Как же? Я целыми днями у плиты, в жаре, для тебя готовил. Рассчитывал на эти деньги. И что теперь? Ты должен мне заплатить». «Нет», – чётко говорю я, поддевая под полотенцем трусы. «Я уже заплатил и больше не буду». «Тогда проваливай к чертям собачьим». С полки над умывальником забираю зубную пасту и щётку. «Проваливай!» – веснуется вокруг меня Дима. «Чтоб я тебя здесь не видел! Немедленно!» «Я и сам не останусь. Сейчас соберу вещи». Новый рюкзачок с купленным на днях замочком валяется в углу за кроватью. Валяется на другом боку, как я никогда бы его не положил. Неужели перевернулся сам? «Я не ворую», – бросил мне Дима сразу после того, как появился замок. Но откуда ему было знать о замке? Значит, открывал комнату и интересовался, что в рюкзачке. Замок, впрочем, плёвый. Ничего не стоит его открыть. Памятуя о ловкости рук своего компаньона, я оказался предусмотрителен. Сегодня все мои деньги кочевали вместе со мной. – Второй раз, блять, так меня подставляют! – жалуется самому себе Дима и щедро удобряет речь нецензурными выражениями. – Уроды! Ипать! Буду знать, как связываться с нищебродками! Через открытую дверь причитание на матерщине, похожей на мяуканье павлинов за решёткой в саду. – Так ты не заплатишь? – верещит он. – Разумеется, нет. После таких оскорблений уже с некоторой досадой бросаю в ответ. – Ну, выйдут тебе ещё эти сто пятьдесят долларов! – слышу, как на свою голову наговаривает колдун. – Если кинется с кулаками, получит апперкот в челюсть. Если с ножом, то без всякого в глаз. Я так долго ждал от него какой-то гадости, что попытка вымогательства с сольным концертом а-ля «Дурачок» выглядит жутко бездарной. А бездарей терпеть не могу. Я тоже. Хоть в этом мы солидарны. В каком же кошмаре жарится этот его Дима? А от никчёмности. Жить бок о бок сутырком, запертым в аду – пожалуй, что испытание. К вечеру с пакетами снеди из Бахетле явилась подруга – демон греховного сладострастия. Моя Мара, видать, очень соскучилась то ли по записям, то ли по мне. – Ну как? Прочёл? – вся светясь вопрошает. – Да. – даю односложный ответ. – Всё? – Всё. – И что? – И как? – Ничего и никак. – издеваюсь открыто. Она не возражает, просто молча собирает листки. Записки отрывочные. Что-либо понять тяжело. И почему надо было это прочесть – не понимаю. Из-за коровы Джей Вармана – глупая шутка. – Всё я. Я да я. – Морковников. Эти листки мне достались ещё до знакомства с тобой. – Это как? – А вот так. Забрала у него – вот и всё. Он резко охладел и всё равно бы всё растерял. – Не понял. – Откуда тогда в них Морковников? – уточнил я. – А мне почём знать? И он нисколько не удивился при знакомстве со мной. – Нисколько. В его биографии таких случаев пруд-пруди. Сначала сочинил, затем повстречал. А не наоборот, как у графоманов. – А ты? Ты тоже не удивилась? – Что я? Может, я специально искала мужика с фамилией такой, как по инструкции? – В смысле? – Бессмысла, чтобы для записок по жизни подошёл. – Или для жизни по запискам. – А какая разница? Главное, что объявился и подошёл. – Да неужели? Я что, корова этакая? – А как ты думаешь? – Я думаю, это всё его выдумки, пока у Димы Минкина жил. – Какие выдумки? – Ну, смотри. Все эти его фантазии про королевство кривых зеркал – выдумки. – Выдумки. – Про королевство анкор? – Да. Все эти его кобры, ваекропы – это то же самое, что мангусты у Киплинга. Выдумки. – Все эти его камбоджийские приключения в Красном Круге с нордическим именем Эрика – всё выдумки? – зарделась подруга. – Нет. Конечно, ты можешь возразить, что Кхмир никогда не скажет своего имени иностранцу или незнакомцу, а всю жизнь будет пользоваться прозвищем или что там себе сочинит. Телевидение повсюду. И почему не представить себя Сэмом, Майклом, Максом, Эрикой, мистером или мадам? Кем угодно. Всё так. Но, на мой взгляд, единственный, с кем ему довелось общаться в Камбодже – это Дима Минкин – чертяка, ваекропы, который хотел, если не украсть, так развести. Пришлось прерваться. Подруга смеялась тихим, беззлобным смехом, смеялась до слёз. – Чушь! Не чушь! Ты ничего не понял! – попыталась объяснить она, вытирая потекшую тушь. – Выдумка – это Дима Минкин, а Эрика – это девочка, у которой он жил все ануки, пока сочинял про этого самого расчудесного психопата. – Социопата, дорогая моя! – Социофоба, будь он неладен! – В смысле? Ты хочешь сказать, что на самом деле это он себя описал? – А то! Дима Минкин – это он и есть только в вымышленных обстоятельствах и ситуациях, фишка такая, чтобы на себя со стороны посмотреть. – А туберкулёз? – А трубка с марихуаной? – Домыслы. – Что, с коноплёй не был замечен? – Может, и покуривал когда, кто знает. – И приворовывал? – Ну, нет. – Хорошо, оживился я. Пусть Минкин – плод его фантазии, его альтер-эго, а Эрика – комбоджийка, у которой дом с видом на море. – Зачем тогда Джай Аварман седьмой? – Пыа – пень, тень на плетень? – Не пыа, а пай! – Да хоть Мао! Скажи, зачем! – Ну, это фантазия у него такая! – неуверенно предположила подруга. – Экзотические места располагают к сочинительству и к наркоте. – Марковников, у тебя, кто не жлоб, то вор или наркоман. – Знаешь, дорогая, все эти его записки были бы мне до лампочки, когда б не два последних пунктика в супрематическом списке. Подруга растерянно захлопала глазами. На мгновение жалость одолела меня. – Оглашаем наш чарт, – встряхнулся и задиристо провозгласил я. – На двенадцатом месте нелишённое чувство юмора равнобедренная трапеция, широко известная в Марьиной роще под именем «Хватит уже». – Так, на вершине, под тринадцатым счастливым номером, кто бы вы думали? – Да-да, это Эрика Пыа, она же старушка Пень, загадочная колесница перевоплощений. Красный круг на полуночном небосклоне постмодернизма. Я возвёл очи горе и всплеснул руками. – Картина маслом полнолуния, – прошептав, возрилась на меня подруга. – Что это? Фантазия или шизофрения? – не унимался я. Не пойми меня правильно, но если составлять список, дабы не забыть о своих приключениях, то весь его кхмерский набор из трёх имён отмечен одним тринадцатым пунктом. А значит… А значит, это была Эрика, а все остальные в одном ассоциативном ряду. Сам догадался. Типа того. Но. Всегда найдётся «но». Если мы с лёгкостью меняем свою точку зрения, почему бы не предположить, что все эти записки переведены с санскрита и есть не что иное, как рассказ матушки Пень. А сначала… сначала в образе Пыа, а в конце – в образе чужестранца Фёдора. «Аватары-черепахи», – пробормотала подруга. Или ещё лучше. Погляди. Всё это похоже на театральную программку со списком действующих лиц. Сначала название «Куда идешь, Камбуджадеша?», затем годы повествования «1204-2014» персонажи и исполнители. Придворный скульптор Кайре. Его роль играет Эрика. Замечено как бы в скобках. Для себя же писал. Пыа – танцовщица. Это он сам, его характер. Вечно фигурки ищет в знаковых ветвях дуба. Минкин – гадюка подколодная. Морковников. «Имперская корова», – вставила подруга. – А-а-а, совсем забыл, – хлопнул себя ладонью полбу. – Здесь ведь и мой аватар. Ну, Федя… Федя – гениален. Меня даже не успело покоробить упование на Федину гениальность, как снизошло. – Послушай, дорогая, а это не ты всё сочинила и плетёшь тут сказки о Фёдоре. Мол, было на земле три гения, три Фёдора – Достоевский, Васильев и Джайя Варман VII, чьё альтернативное воплощение в наше время – Дима Минкин. Джайя Варман – император, а Дима – челядь – тот с малых лет государственный муж, а этот – большой ребёнок и после сорока. Один медитирует, другой чертыхается. Одному уготована нирвана, другому – место в аду. – Спасибо, что ценишь, – растроганно благодарит она. – Мне до такого никогда не додуматься. – Серьёзно? – Похоже, что так. Да и зачем ей? – Стишочки пописывала – это правда. Счастливые люди не думают матом, а ходят парадом и кушают вату. Но чтобы легенды о королевстве Анкор – ничуть не бывало. Да и почерк мужской разве что Фёдору поручила переписать – для кого? Не для меня же – мужика, кормящего мир. Все мы – участники одной постановки, философически произношу я. Кто скажет «Мировая история» – трагедия или драма? Определённо можно сказать, что не мюзикл. Слишком много нас без слуха и голоса. О, боги! Драматург – отец, режиссёр – сын. – Разве это не одно и то же лицо? – робко замечает она. Лица разные, суть одна. У индуистов Брахма – отец, а созидатель Вишну – его сын. У христиан – сама знаешь. А разрушитель Шива – кто он? Это итог, сурово, как приговор, констатирую я. Само осознание и понимание конца каких бы то ни было усилий. У христиан – Святой Дух. А вот это и есть понимание смысла – итог богочеловеческого созидания. Прав был Шекспир, – сокрушается она, – весь мир – театр, а люди в нём – актёры. Хуже, за редким исключением, пока только статисты – меманса и массовка численностью в миллиард. Именно так – постановка с размахом. Когда стоит верить, что не трагедии и не драмы, – о божественной комедии. И всё кончится, как нельзя лучше. И всё кончится, как нельзя лучше. – Не для всех, – изрекаю мрачно и тяжело. – Каждый в меру своего понимания делает ставки, играет в свою игру. Для кого? Для себя. Каннибализм своего рода. – О, – вздыхает подруга, – мы поглощаем текст жизни, как мясо священных животных. – Ладно. Что у тебя на обед? – Как что, – вспохватывается она, – говяжьи котлетки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова